Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк. Поздравляю всех, кто вчера заработал на биткоине на этом хорошем движении. Ну и сегодня биткоин немного откатился вниз, как я и предполагал. Но обо всем сегодня подробнее и поговорим. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Некоторые активы растут на криптовалютном рынке. Матик плюс 6,4%, Сент плюс 4,6%, Галла плюс 3,3%, FXS тоже растет на 3,3%. Это прекрасно, потому что я перезаходил недавно в FXS на какой там цене, я уже не помню. В общем, в любом случае я уже получаю профит. Но давайте перейдем на биткоин. Биткоин по сравнению со вчерашним днем, конечно, ушел на коррекцию. Но смотрим на индикаторы. RSI направлен вверх. Если так оценивать по недельному таймфрейму, я думаю, что может биткоин пройти еще выше. Сейчас биткоин сидит внутри вот этого расширяющегося клина. Иногда это медвежий паттерн, и актив выходит вниз из него. Но, как правило, это все-таки паттерн, который предполагает продолжение текущего тренда. Перейдем теперь на дневной таймфрейм. Здесь стахастик находится в средней зоне. И я думаю, что идет все-таки биткоин вверх, к верхней границе этого расширяющегося клина. Но и вчера, когда я записывал видео, я предполагал, что как раз биткоин пройдет вверх и затем опустится. Переключимся теперь на четырехчасовой таймфрейм. Вот сделочка торговой идеи, которую я давал в предыдущих видео. Отлично себя отработала. Там же мы коснулись цены тейт профита. Ну и сейчас биткоин сидит на уровне поддержки. Но мне кажется, биткоин сейчас формирует бычий флаг. И, как правило, выходит вверх актив из такой фигуры. Это, конечно, хорошо. Пока что биткоин сидит на уровне поддержки. Хорошая поддержка на биткоине. И я бы от этой линии заходил в лонг по биткоину. Что у нас на часовом. А здесь мы видим какой-то медвежий паттерн. Вот такой медвежий паттерн. А нет, из этого паттерна мы вверх можем выйти. Но не обязательно. Можем и вниз пройти. Я бы здесь заходил все-таки в лонг на биткоине. От уровня поддержки. Вот от этого уровня я бы зашел. От отметки 23 160 долларов. Конечно, не забываем поставить стоп-лосс. И цейк-профит протягиваем на верхнюю границу расширяющегося клина. Должно получиться тут неплохое соотношение риска и прибыли. Моя прошлая торговая идея, которую я давал по биткоину, за эти в лонг отлично себя отработало. Может быть, и это тоже себя хорошо покажет. В общем, соотношение риск-прибыль тут получается 18 04. Риск 182 доллара. И потенциальная прибыль составляет 3295 долларов. Это если вы торгуете без плеча и с десятом плечом, ваша прибыль может составить 32 900 долларов. Вот такую сделочку можно было бы открыть на биткоине. Открываемся на отметке 23 163 доллара. Стоп-лосс ставим на 22 981. Вот здесь вот у нас посредине цена входа находится. Стоп-лосс, соответственно, ниже. Это красный такой прямоугольник. И у нижняя граница. И цейк-профит, соответственно, вверху. На отметке 26 459 долларов. Я рекомендую никогда не рисковать более чем двумя процентами от своего торгового портфеля в каждой сделке. Но если хотите рискнуть больше, то поставьте стоп-лосс ниже. Короче, вот такую сделочку можно было бы открывать на битке. Ну и пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то подойдите в видео, есть полезная ссылка. Регистрируйтесь по этой ссылке на криптовалютной бирже Бабит, и вы можете получить бонус до 30 000 долларов в общей сложности. Также на бирже Бабит вы можете купить стокены MCRT. Это не финансовый совет, пройдите свои исследования. Конечно, проходите мои курсы по криптовалютному трейдингу и присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Ну что, по биткоину уже поговорили, теперь перейдем на мой торговый аккаунт Цена Бабит. Здесь у меня открытая сделочка в лонг по биткоину, она в плюсе на 4200 долларов. Вчера тут было больше 7000 долларов прибыли, но опустился биткоин в цене, конечно, и прибыль тут уменьшилась. Ну и сейчас я хочу еще увеличить свою позицию. Откуда хрен возьми, тут взялись вот эти все желтые линии? Что за хрень? О, посмотрите. Даже не понимаю, как это получается. Короче, давайте сейчас все это поубираю, и сейчас посмотрим, где можно было бы открыть ордер в лонг на биткоине. Где там я хочу открыться? Да где же? Давайте поубираем все это желтое. В общем, на 23163 доллара я хочу открыться. Давайте поменяем тут цену входа. Вместо 22500 поставим 23163 доллара. И теперь, если цена биткоина опустится до отметки 23163, активируется этот ордер, и его объем 0.868 биткоина. Хотя, давайте еще, наверное, забросим сюда объемов. Давайте, наверное, прям на один биток сделаем ордер. Давайте даже 2 биткоина возьмем. В общем, добавляю к этой позиции еще 2 биткоина. И когда цена опустится до отметки 23.163, ордер на 2 биткоина будет активирован. Что у меня в целом на аккаунте активов на 239 тысяч долларов. У меня здесь USDT на 117 тысяч долларов. Полтора биткоина пока что. И это прекрасно. Ну что ж, на этом, я думаю, на сегодня можно заканчивать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я тут вообще не даю никаких финансовых советов, просто показываю, что я делаю на рынке со своими деньгами. Но поздравляю, если это вам помогает, и вы зарабатываете на этом деньги. Не сидите только в биткоине или в каком-то одном активе. Я, например, распределил по 7 активам. Биткоин, MCRT, Uniswap, Google, TSM. Хочу еще купить больше Tesla, больше Google, больше Meta. Спасибо, что посмотрели. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра. С вами был Игорь Негода.